Моя электричка опять опаздывает, и я уже, понимаете, начинаю паниковать. Сейчас вы, наверное, включили это видео, сидите в тепле, может быть, укутались пледом, пьете горячий чайок, потому что во время просмотра программы «Украина без денег» 80% зрителей едят, как ни странно. Но ничего страшного, меня зовут Ярослав Гула, и давайте мы вместе будем радоваться тому, что я с утра пораньше топ-топ-топ и нагрянул в Канатоп. Поехали! А сейчас уже, как по накатанной, я начинаю рассказывать, удобно ли... Да, конечно, что тут добираться-то в Канатоп. Любой поезд, который едет либо на Шостку, либо на Сумы, обязательно тут остановится, потому что это, так сказать себе, огромный козырь в составе юго-западной железной дороги. На станции расположена таможня, поэтому для некоторых поездов Канатоп – это пограничный пункт, хотя впереди Кролевец, Терещенска, Хутор Михайловский и Зернова. Тут очень хороший бесплатный зал ожидания, но Укрзалезница в своем репертуаре. 10 гривен за час, да до час! Ой, сегодня на улице очень холодно, поэтому Канатоп будет сдавать экзамен экстерном. Быстрее, быстрее, это как пьяная сова по морозу, бегу смотреть достопримечательности. Надеюсь, что будет интересно. Это моя первая находка. Понятно, что о Канатопе я слышал как и хорошие новости, так и плохие, но одной из особенностей этого небольшого города в Сумской области является то, что тут до сих пор есть действующие трамваи. Вот они вот бегают, бегают по рельсам, ходят, а люди экономят деньги. И в благодарность этому они взяли и установили вот такой вот памятник. Молодцы! Я считаю, что у каждого человека есть определенная миссия. Кто-то всю свою жизнь потратит на дела бытовые, семейные, праздники, гуляния. Но как бы оно ни было, у нас всего лишь одна попытка. И нужно помнить о том, что в нашем мире все-таки есть те самые добро и гармония. Ну вот, казалось бы, Канатоп, не такой же маленький промышленный центр, крупный железнодорожный узел. Живи сколько хочешь, магазины, рестораны, все, что хочешь есть. Нет, люди уезжают. Уже население 88 тысяч человек. А когда-то было 92. О-о-о, блин. Ну вот и все, съемка накрылась. Вот знаете, мне так и кажется, что тут в Канатопе живет та самая ведьма, которая не хочет, чтобы я оценивал этот город по пяти критериям. В прошлый раз было минус 5, и у меня замерз аккумулятор посередине съемки. Я ничего не смог сделать. И грел, и дул. Все. Пришлось заново приезжать в этот город. Ну а тут плюс 5, и идет дождь, и вороны кричат, и ветер 12 метров в секунду. Но несмотря ни на что, я таки закончу свое дело. Я пришел вот на какую-то лужайку любви, и посреди зимы идет ливень. Изначально я планировал, чтобы Глухов был осенью, шостко-весной, суммы летом, а Канатоп вот зимой. Но так получилось. И то, что сейчас происходит, оно никак не скажется на оценках, но это не важно. Чистоту из-за того, что выпал снег, я передаю местным жителям. Вот как скажете, так и будет. Но правда я учту, что я видел очень много бумажечек колобковских, или что там, блинковских. Не важно. Проверяем. Считайте Канатоп чистым городом. Просто снег выпал, и не видно. Нет, уже грязный. Очень грязный? Да. А как с этим бороться, вы знаете? Ну, убирать, наверное. Можно один вопрос о Канатопе? А вы считаете этот город чистым? Да. Ну, то есть убирают регулярно, да? Мусора нет. По крайней мере, в моем. Канатоп это чистый город? Или ты бы так не сказал? Честно, я бы так не сказал, но... Есть свои достатки. Ну, во-первых, у нас мало мусора в городе. Ну, вон, смотри, лежит. Ну, да, ну... Вот лежит. Вы считаете Канатоп чистым городом или нет? Ну, надеемся, что с новым мэром что-то изменится. Ну, а до этого было нормально все? Ну, да. Чтоб нормально было в груди нет, а чтоб мы дальше посмотрим. Я думаю, да. А, то есть мусора не найдешь сейчас нигде? Конечно, найдешь. Почище, чем некогда. Осторожно. Мне на тот момент казалось, что хуже погоды я еще просто никогда не видел. Вот там вот на заднем плане находится памятник Канью. Он был установлен в 2008 году. Позже его украли на несколько месяцев. Пытались раскрасить зебру, но все-таки символ города вернулся на свое место. А почему Канатоп называется Канатопом, мне кажется, очень долго думать не нужно. Когда-то тут были дремучие леса. И по легенде, чуть ли не каждая упряжка лошадей проваливалась в зыбкое болото. Поэтому люди старались омянуть место, где кони тонут. И нынче в центре города красуется бравый кони. А через дорогу установлен памятник подкове. Полный комплект. Я думаю, что удача обязательно улыбнется Канатопу. Но вот эти вот сосульки на крышах домов меня очень-очень пугают. Завтра Жекам придется нелегко. Либо людям придется тоже нелегко. А сейчас вопрос викторина для вас, дорогие зрители. Все это время я опрашивал конотопчан или конотопцев. Как вы думаете? Мне кажется, единственное, что я могу вам еще показать, ну такое из-за погоды, это музей. Сейчас придется задурить голову, Али может быть сплотной в пусте. Пойдемте. Движемся точно по курсу. Я автор программы «Украина без денег». И сейчас записывается программа о конотопе. Я бы хотел задать вам несколько вопросов о вашем городе, таких больше исторических. Краеведческий музей в конотопе – это то место, где собраны кусочки жизни северного народа. То есть тех людей, которые проживали на северо-востоке современной Украины. И я надеюсь, что вы слышали когда-нибудь о знаменитой конотопской битве. В самый разгар русско-польской войны тут лилась кровь за свободу и честность. Началась Вторая мировая война, которая унесла жизни многих людей. Вот положил в рот сухарик, побежал до следующей локации. Съел еще сухарик. Следующая локация – первый раз за день ем. Вообще, музей хороший. Он такой, без постановки. Мне понравилось. Правда, я ничего никому не заплатил. Это хорошо. Мы в расчете. Мало кто знает, что когда-то в конотопе проживал Казимир Малевич. И тут, на местном рынке, он продавал свои картины. Хоть я, может быть, и не силен в искусстве, но, как простой человек, скажу. Некоторые шедевры – это образцы авангардизма. Но людям сто лет назад такое нравилось, понимаете? О, и продрог насквозь. Пойду-ка погреюсь. А пункт обогрева где? Пункт обогрева. А, тут у вас? То есть вы погрелись и все, да? Ну, чай, горячая вода есть тут или нет? Ну, куда она? Нет, она должна быть. Горячая вода должна. Ну, мы не вода, не сахар, не чай, не мальчего. Немали кипятильника. Ну, это свинь есть, а так. Ни хорячего не завозим. Это так, пришел, погрився, и палатки не мах. А горячая вода таки должна быть. Я уже не говорю ни о каком чае, просто хотя бы кипяточек. Ну, его там нет, увы, сферы услуг. Я нашел минус, которого даже, ну, я и не пытался его. Просто так он вот попался. А пойдемте-ка в медпункт. Но у меня уже появились кое-какие вопросы. Ну, вы можете ответить хотя бы на один вопрос? А как вы боретесь с тем, что вот если у кого-то обморожение сейчас? В больницу, правда? Сразу, то есть стоит твоей какой помощи? А какая помощь должна быть? Ну, я не знаю. В зависимости от ситуации уже. Ну, а бывают такие ситуации, что бомжи там, допустим, вы их подбираете или нет? Скорую вызываем. Сразу вызываем скорую, скорой передаем. Прямо где-то, в течение 5-10, там, минут 15 я решаюсь. Это моя дочка. В Аконатопском вокзале возле ПД. Опять же, историю забыл. Рассказываю. В начале 17 века стоял острый вопрос. Россия и Польша не могли определиться со своими границами в районе речки Сейн. И поэтому тут часто вспыхивали восстания. А уже позже развернулась настоящая освободительная война. Петровская эпоха – это такой себе некий толчок к развитию промышленности в окрестностях Конотопа. Планы были, конечно, шикарными. Только вот в Российской империи начались дворцовые перевороты. Петербург тогда был заинтересован в моде и роскоши. О маленьких городах забывали. Но сейчас нужно переходить к оценкам. Поехали. И первый транспорт. Путь из Киева в Конотоп – это 3 часа вашего времени. Настоятельно рекомендую электрички, ибо более дешевого способа передвижения вы просто-напросто не найдете. Выставляю пятерку. Достопримечательности. Я очень долго искал, чем бы удивить типичного туриста. Но, увы, несколько памятников, церквей, музеи – это основа культурного наследия. Аналогично вашей северной соседке, получается 4. Третья – чистота. На улицах города лежит не только снег, но и свежий мусор. Я пообещал, что оценка местных жителей как-то сыграет свою роль. Поэтому это как игра. Вы смогли сохранить только 2 рубина. А по курсу сегодняшней программы каждый камешек – это полбала. Значит, у нас плюс 1. От меня стартова двойка. Суммируем. Ваша оценка – тройка. Далее – приветливость. В Конотопе царят добро и отзывчивость. Мне никто не нагрубил, хотя я задавал вопросы с долей провокации. В музей меня пустили бесплатно, много чего рассказывали, показывали. Казалось, так бы я должен проводить проверку каждый раз. Этому городу повезло. Я ставлю пятерку. С бонусом. А пусть будет мне понравилось. Вот в Конотопе мне понравилось. Пятая – сфера услуг. Тут есть трамвай, кафе, рестораны, гостиницы. Казалось бы очень хорошо, но указателей вот почти нет. Нет, главное, что указатель я так и нашел один, правда, на весь город. Но он отображает всю суть, что нужно для туриста, если вот это вот досочко написано. Ну а также мне сегодня придется учитывать ситуацию, которую я увидел в пункте обогрева. Я все сказал. Оценка 4. И, следовательно, средний балл для Конотопа – 4,3. Ой, блин, вы себе просто представить не можете, куда я вас всех сейчас веду. Для меня это просто ностальгия. Пойдемте быстрее. Ну и че? Может быть, не всем вот это вот здание на заднем плане о чем-то говорит, но именно тут когда-то заканчивалась моя экзаменационная вступительная жизнь. Я устану из пыцква с физикой ЗНО. Нет, конечно, все тогда плакали. Боже, боже, хоть бы на 150 понаписывать. Да на 193 понаписывали, нормально поступали туда, куда хотели. Неважно. Тут заканчивается мое путешествие в Конотоп. Это программа «Украина без денег». Меня зовут Ярослав Гула. Я вас всех очень-очень люблю. Не потому, что вы мои земляки. А, нет. В первую очередь передаю привет королевцу, лебедин, ахтыр, карамны. Надо будет и к вам приехать. Но вот как и когда у меня нет времени на это все. Ну а шо делать? Новый год закончился, а программу записывать надо. Тем более зачем платить больше, если результат один и тот же.